но это я живу с внучкой это она вышла увидала я вас уже несколько лет смотрю за вами интересный православный я в жизнь таких не видала а живу я в германии я первый шаг когда сделал лет 30 тому назад православии но эти священники я от них убежала а потом остальные годы я общалась и сейчас сектантами у нас моют ноги в нашем собрании у нас все по-другому как у баптистов но мне не получается а тут я нечаянно вышла вот но вот это открытым оком и превышена вас и мне очень это понравилось и я все хочу спросить а как же вы говорите а без священников не церковь а ведь иисус первосвященник зачем же он тогда апостолов избрал ну да апостольское учение я признаю его не учение зачем поставил то первые поставили апостолов апостолов христос поставила апостолы поставили епископов куда мы день 1423 день апостол все это все мимо христос и все на этом христос основал церковь церковь только там где есть священство а это самозванство это не церковь можете руки ноги мыть но это не церковь наши братья они тоже первосвитеране они тоже поставил то кто их поставил первых то они самозванцы апостолов апостолов поставили епископов эти епископы других особый порядок это написано в послании к титу послание к тимофею деяние апостолов рукоположил чтобы это не доконченное дело рукоположил а кого рукополагать то есть он меньше благословляется большим послание к евреям павел пишет 7 глава меньше меньше то есть меньше пресвитер пресвитер рукополагает епископ а кого он рукоположит когда у него власти то нету вот допустим генерал генералом можно быть можно форму пойти купить в магазине но они генерал это подставная фигура его ставит президент это закон такой так и в ветхом завете было в новом завете написано с переменной священства должно быть перемене закона перемена а сектанты отмели его не а с отмены отмены перемены это два разных слова но я все это верю но я нахожусь там где нету православный и вообще я по телефону общаюсь даже вот что-то прекращается плохо слышно я вообще общаюсь по телефону и тут нету православной церкви вот где я нахожу один раз в году даже поехать там где есть вы в каком городе живете мюнхен у нас тут в нем есть православный от вас недалеко мюнхен там ну церковь есть и в берлине есть и других местах мюнхен 100 километров вот самый недавно мы были в зоне берге у вас там мы из германии прийти да 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 я все это видела да вот и так что от нас это далеко зона берг но далеко это все таки далеко а там ничего нет пустота вы заметите я баптистка думает я адвентистка я и гавистка это все одинаково не церковь церковь только там где есть священство епископат от апостольких времен это католики православные григорина армяне копты и сирийцы вот пять у которых есть остальное не церковь у нас католики то есть ну и пойдите католиком причаститесь там вы можете вы можете ходить там где ходите ноги мы там спину царапать можно но причащаться эти только ноги омывают когда вечеря господня христос ведь повязал полотенцем он помыл их потому что они ходили в сандалиях у них была бычья у нас этого нет мы об уши ходим то там баптисты говорят да мало что они говорят надо же понимать о чем речь идет то для этого есть святые отцы которые оставили толкование вот у меня трех томник я выпустил книги полное толкование нового завета с первого века они все толкует сегодня в криво завтра вправо нет это секты они появились запустим первый баптист джон смит он 1609 году а первая община 1639 первое первое так а где до этого были а мы от апостолов я бы если вы от апостолов тогда назовите во втором веке кто так верил как вы баптист они ни одного не могут назвать а у православных жития святых в третьем веке кто по-баптистки верил ни одного в четвертом веке в пятом нет это не церковь а христос сказал я создам церковь и врата ада не одолеют ее не одолеют а сектанты солгали несколько церковь православная она разрушилась она неправильная а мы новые образуем лучше можете образовать но это самозванство у господа одна невеста не две а невеста это его церковь это колоссином и считаем 1 глава 18 стих хорошо подумайте я вас не зову православие но надо быть вы можете ходить там говорится мы сердце сердце зовет меня вот и придите это церковь а то не церковь сегодня 21 тысяча разных наименований что все церковь а друг друга не вообще не признают и истребляют у вас нет православной пойдите католиком скажите я православная я признаю все церковное хочу причаститься и может причаститься это церковь я православный я туда не пойду у меня брат священник у нас церковь но католики это наши братья они от апостола петра имеют рукоположение у нас от апостола андреа подписок ниоткуда он первый залез воду до себя руки положил и игорь я теперь пресвитер но это детская игра ну а слушать ведь их можно про можно когда правильно говорят можно но вы чтобы знать как правильно они говорят вы должны узнать учение церкви поэтому баптисты проповедуют что будет на земле тысячелетнее царство и церковь не будет страдать ее христос вознесет ничего этого не будет церковь будет страдать написано ради избранных дни те сократятся они опять обманут у них ложное толкование и христос говорит вышел сеять и сеять и как рабы уснули а враг насеял они хотели вырвать плевел оставьте расти до жатвы жатва кончина века и прежде соберет плевелы а баптисты проповедовать прежде бог соберет пшеницу верующих на тысячу лет у них все наоборот перевернута не по евангелию ну я слушаю все это и думаю как вот это вот бедным людям которые вообще библии не читать как ним во всем разобраться плохо а зона барк у вас далеко от вас не знаю даже я знаю город такой слышал но я не узнала я все хотела к при женщине попасть которые вы жили вы могли бы от от мюнхена 180 километров моя племянница там она вышла замуж он немец он принял православие они вещались них ребенок родился это у меня вот его недалеко вы можете узнать где они ездят причащаются где они говорят церковь там недалеко от них я даже знаю бондаренко отец андрей мы встречались он приходил навстречу валентине старте сон я уже года три за вами наблюдать вы все это же быть а вы где на нашем ю тубе бываете мария мария у меня мама мария была вот он стоит рядом снимает это завтра вы завтра себя увидите в вот она задерживает маленькое движение выход за тормозит потом идет вам в еще меня пытать то пришли вы задавайте конкретные вопросы что вам интересно это вас на спасение влияет вам не влияет вы по делу говорите что вам нужно для ваших детей же сейчас говорите по писанию вам непонятно по делу говорите я вам не согласна в душе не согласна с тем что вы отвергаете вот я верю много всяких всех да много них вообще там замучаешься назвать но вот наша церковь божия называется церковь божия она нет ни церковь она секта не церковь церковь христа тут они все называются и апостолами тут явятся христы христос говорит не обольщайтесь будет говорить там или тем это лже христы это лже церковь церковь там где есть от апостольских времен рукоположенные епископы наша церковь но еще из этого но однако однако наши братья они уверены в том что они правильно нас учат и мусульманы уверены что правильно лучше два миллиарда мусульман и коммунисты верили что правильно и гитлер верил что правильно вы чего рассуждаете нам по библии надо смотреть а по библии без церкви нет нету единства церковь там где есть епископат какой бы он не был он имеет рукоположение что-то не понял вот я была после литургии они в пивнушку заходят ладно не выдумывать у нас ни один не заходит пивнушку вы не видели это чужих слов говорите один говорит мы одна женщина говорит ну пришла креститься они говорят сказали раздевайся я разделась они меня осматривают ягу никто священник был это были рабочие они крышу крылья перед кем-то разделась то а ты болтаешь языком священники тебя раздевали тихий шкранг это в тихий шкранг была женщина что раздевали я не помню Володя почему это ну это интернет украина надо было уменьшить интернет это дело это не выкарание дело в интернете это интернет сделал а то она тормозит говорит и вдруг исчезает и прямо на одном месте вот видите затормозило тоже ладно вы так вот опять появляется это интернет тормозит это интернет такой сегодня так что вас интересует спрашивайте ну вы посоветовали мне идти в католическую церковь она вы можете ходить слушать где правильно говорят о христе они люди это которого вам ведь куда вы ходите может быть они любят библию но вы даже сравнивать правильно и неправильно говорят верю верю потому что слово божье ощущает человека даже он совсем не верит он считает она его защищает потому что он уже не делает то что написано написано пьяницы царствие божие не наследует и они люди считающие библию я горит перестал пить но вне церкви другой бросил курить был наркоманом стал нормальным человеком но не церкви 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 это там где есть епископат где нет епископата это просто собрание людей единомышленников а христос придет за церковью и так было всегда это вольнодумство пресечется да однако я вне церкви нахожусь да вне церкви а как быть вот я не найдете найдите в вашем городе мюнхене есть католический костел я православный я живу в буркирхене у нас есть католики все пойдете скажите поговорите с ним скажите так я не в церкви но я хожу туда то ничего не скройте и потом ко мне выйдете и скажите как скажи я желаю причаститься у них по-другому там обладка дают то другое но это причастие православные некоторые католиков не признают это неправильно это наши братья я туда боюсь ходить я не немецкий плохо плохо знаю но возьмите с собой того кто хорошо знает а почему вы вы давно живете в германии 10 лет а я самостоятельно выучил немецкий за 6 месяцев и разговаривал с немцами у них собрание у баптистов у немецком собрании говорил про поди на немецком языке а я думаю постараться вам сколько лет то 7 уже 7 а мне 8 мне 75 слушать вот вам было 73 когда я первый раз увидела так так что вы сходите где католический костел и можете спросить а где православная церковь вот так начните и он покажет если скажет нету то скажу а может я к вам приду и причащить поговорите с ним не надо ничего там принимать у них а причастие должно быть если причастие человек не причащается в нем нет жизни это христос сказал мне будет есть плоти не имеет жизни ну и хорошо я попробую так теперь да сделайте так помолитесь сначала об этом а потом если что-то не заладится опять на меня выйдете а где вы взяли код через который ко мне войти как вы вошли то а где она нашла мой код ты где правильно так это там код надо спрашивает как вы на будущее да сейчас я скажу сколько у нас у нас 6 часов 47 минут 6 вот в это время 7 часов доходит от 7 часов доходит сейчас как 7 часов будет вы следующий раз я вам разрешаю заходить ко мне один раз в месяц вот допустим вы решили сегодня в 7 часов заходите в 7 потому что батюшка будет здесь у нас служба будет дольше меня не будет здесь хотя у меня компьютер работает вы на будущий раз просто запишите и гнать и 10 рядом поставить чтобы вам сразу зайти ко мне это мой пароль ну логин или как и гнать и 10 до вплотную 10 хорошо играть и а потом в конце и кратко как буква у это по-латынски это не то что отупел это но молиться надо а вы посты соблюдаете православные посты соблюдаете нет я даже не знаю когда они будут я вот книжку купила одну и на ней смотрю где же там посты там и нету в этой книжке таковы в интернете зарядите яндекс скажите православные посты и вам сразу выйдет или ко мне на сайт зайдите на сайт сайт мой зарядите игнатий лапкин сайт во свете библии я там отвечаю запишите просто во свете библии игнатий лапкин сайт вот эти слова запишите по-русски и вам откроется я там справа колонка 55 папок я отвечаю на 4124 вопроса и там пост отдельно и там о посте все найдете вот о посты я не знаю я стараюсь без мяса жить а посты даже не знаю это надо знать это нам на пользу церковь усыновила церковь это любящая мать наша я обратился у баптистов мне баптисты очень известны я у них проповедником был у баптистов но я ничего баптистского не принимал я продолжал креститься изображать крестное знамение это оружие на дьявол он как огня боится крестного знамени ну вы за детей своих не отвечаете да нет мы отвечаем за себя но дожи свидетельствовать и детям и внукам и всем дожи свидетельствовать но они не хотят тут светиться у вас еще тут светится то так вы постарайтесь сходить в ближайшее время воскресенье вот завтра могли бы уже исходить как раз воскресенье там ксенс будет попробуем попробуем я боялась у меня мать лютеранка и сказала что ты тоже лютеран я туда ходила а там вообще женщина там нет лютеране это не это протестанты это не церковь там женщины там гомосексуалисты там что попало идет а в католической тоже у нас в германии закон есть что такие пары могут регистрировать у католиков этого нет у католиков нет этого нет это это у лютеран вы перепутали улите рано то есть да они сказали им разницы никакой нету этих господь живем выжигал садом и гоморру так лютер же отделился от католиков да да от католиков он был монах он никого не мог рукополагать он был монах а потом саразмонашился и женился 6 ребятишек было он вероотступник но он перевел библию на немецкий язык это очень большое дело сделал хорошее дело хорошее дело сделал да это его люди почитают ну за это почитают а что людей от церкви увел во тьму это плохо он оторвал от церкви им надо было пойти поклониться перед католиками сказать дайте нам одного епископа а тот епископ два хотя бы епископ а те бы рукоположили или вот у баптистов где вы находитесь в секте чтобы был епископ от них рукоположить одного этим баптистом остальные других рукоположили была бы церковь и пускай они моются там парятся что хотят делают ну это это на вечере господне как иисус наставлял они по слову поступают ведь он сказал делайте так и вы слово божие они не знают кому он сказал с какой целью сказал апостол павел и где собирались нигде ноги не мыли это он показал пример смирения и вы смиряетесь друг перед другом речь-то о чем шла да он смирение сделал плюнул на землю глаза помазал ну теперь мы должны плевать землю и глаза людям мазать то ну нет же конечно там была купель где вода взмущалась у нас этого ничего нету что христос сделал мы не можем повторить потому что это было разовое и был пример речь шла о смирении он подошел к смоковнице и говорит да не будет на тебе плода она засохла ну мы разве будем сейчас сушить деревья ходить ну надо же смотреть да только всего я уже слышала на своей на своем веку что голова кружится да часто и они все в городе брой я сразу почему-то еще с молоду когда мне 40 лет не было еще я сразу сказала вы почему бройки у нас было так женщина нельзя ей отрезать волосы да а мужчине мужчине я говорю значит нельзя побриться что вы как красные девки бройки говорят а они говорят чуть у нас по устам ну да то есть они осуждают христа который был с бородой они уже арестуют с бородой ваши то которые ваши то вместе ну они на это отвечают так что это тормозит то как ну интернет это невозможно непонятно и апостолы по ней изображают сектанты с бородами без бороды когда бороды у них обрели половина бороды Давид их даже в Иерусалим не запустил пока бороды не отрастут а это в библии написано ну конечно конечно это вторая книга царств это написано написано а мы идем в небесный Иерусалим у нас никто не должен ничего трогать у нас все с бородами вы видите да это настоящие мужики мужики настоящих так так не перепутаешь уже ну посмотрите да сейчас же да сейчас же ведь мужчины приходят вот церкви вот ну там где вот церковь боже там женщин не стригут волосы да а мужчины все бриты да это это хорошо это делать нельзя потому что называется это блудодейная ересь бродобритие это не мужчина он делает женоподобное лицо это как правило блуд связано но они не блудники они они хорошо себя ведут я говорю как называется любое действие любое человек не понимает и вот так вот строит показывает он не знает что это массовский знак да 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 козла а другой не знает показал у него он ничего не знает коза дереза мы же когда знак показываем говорю вот смотри вот это означает у меня все хорошо а так глухонемые говорят показывает мизинец значит у меня дело плохо это существует жесты определенные и в церкви определенные главное это изобразить животворящий крест и дьявол боится я разговаривал с баптистами я говорю вам во сне бывает что дьявол является да было я говорю а как вы от него отбиваетесь я говорю говорю он ничего я говорю тогда взял перекрестил его вот так вот на дьявола то он говорит сразу упал я говорю да ты же баптист тебе нельзя креститься то вы как христопродавцы уже а почему когда придет антихрист пищать будет на щело ставить и на правую руку Ефрем Сирин говорит чтоб ты не мог перекреститься вот для чего а ну-ка перекрестись можешь перекреститься нет я да на тебя еще нет печати антихриста ну и слава Богу я его не хочу ты православная надеюсь помру раньше пока эти вот антихристи придут помирать то ведь время приближается уже конечно близко ну ладно мы расстаемся давайте у вас вопросов нет больше пока нет я вот только это меня вот Христос первого священия я понял запишите только через месяц вот в это время пусть даже не суббота будет я вам седьмой сейчас даю чтобы вы могли войти вы заранее на бумаге напишите вопросы чтобы внучка помогла вам прочитать как внучку то звать я даже не думала Мария ее звать тоже две Марии я ее назвала мне дочка ее родила и подарила прекрасно ну что все до свидания Марии две Марии до свидания ну-ка попробуйте выйдите потушите Господь дал сегодня две Марии пришло да благослови ты и Господь у меня время нету давай-ка мы пообедаем поужинаем у меня есть